Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Не провоцируй! За год в Заречном были похищены десятки велосипедов, возбуждено 19 уголовных дел. Добыча легко доставалась преступникам. Оставляют около подъезда, около квартир, на лестнических площадках. Причем зачастую даже элементарно не пристегивают, ну, тросом, секретом. Сохранить историю для потомков. Пострадавшие от вандалов щиты в парке памяти восстановлены. Проект по мемориализации территории селиксинских лагерей будет продолжен. Весной и летом мы планируем установку, ну, или одного, или двух, здесь посмотрим, арт-объектов, которые будут посвящены истории вот этого селиксинского учебного гарнизона. Крепче за баранку держись, шофер! На градообразующем предприятии прошел юбилейный пятый конкурс профессионального мастерства водителей транспортного цеха. По сравнению с прошлым годом мы добавили еще один модуль в наше задание, то есть довели их количество до трех. Модуль носит название замены автоколеса. И теперь об этих и других новостях подробнее. Зареченские полицейские задержали подозреваемого в совершении серии «Краш». Ранее судимый мужчина среднего возраста специализировался на похищении велосипедов. Подробности в интересах следствия пока не разглашаются. Однако известно, что совершение преступлений во многом содействовали сами владельцы двухколесного транспорта. Тему продолжит Ксения Тризна. Беспечность зареченцев приводит к росту количество краж. Один из самых распространенных видов таких преступлений – похищение велосипедов. Очень часто горожане пренебрегают простейшими мерами предосторожности. Не заносят ни в квартиры, ни в какие-то гаражи, если таковые имеются у людей. Оставляют около подъезда, около квартир, на лестнических площадках. Причем зачастую даже элементарно не пристегивают тросом, секретом, который хотя бы как-то может обезопасить их имущество. Хотя такие тросики для воришек давно уже не помеха. Их злоумышленники перерезают бокорезами. Именно этим инструментом пользовался подозреваемый в серии велосипедных краж, которую расследуют зареченские полицейские. В общей сложности было похищено 10 железных коней. Сотрудники МВД стараются предотвратить кражи велосипедов. Участковые уполномоченные постоянно проводят беседы с горожанами. Проводится ежедневная, кропотливая работа по профилактике краж велосипедов как с придворовой территории, так и с подъездов. То есть гражданам разъясняют, что необходимо хранить велосипед либо у себя в квартире, либо как-то в гараже. То есть в местах, которые способствуют сохранности велосипеда. Еще один вариант – закрытая велопарковка на придомовой территории. Такие площадки есть во многих дворах Заречного. Это очень удобно. Во-первых, в подъездах не засыряются площадки, свободно можно пройти. Во-вторых, люди знают, что там велосипеды, никто его никогда не возьмет и не сломает. Очень удобная вещь. Статистика тоже высказывается в пользу такого решения. По данным сотрудников МВД, в этом году хищений из закрытых велопарковок зарегистрировано не было. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». На одном из КПП Заречного задержана иностранка, пытавшаяся незаконно проникнуть в город. Как сообщает пресс-служба Приволжского округа войск Национальной гвардии России, контролер войсковой комендатуры воинской части по охране ЗАТа Заречной, старший сержант Максим Восякин, выполняя задачи боевой службы, предотвратил проникновение на территорию закрытого территориального образования лица, незаконно находившегося на территории Российской Федерации. Женщина, пытавшаяся попасть в закрытый город, была обнаружена сержантом Восякиным около пяти вечера в багажном отделении одного из въезжающих автомобилей. Часовой прекратил пропуск через свой пост, вызвал дежурное подразделение, передал ему задержанных и сообщил о случившемся начальнику караула. Для дальнейшего разбирательства гражданка передана полиции. История с разрушением информационных стендов в парке памяти завершена. Личности подростков, сломавших конструкции, установлены. Правоохранительные органы и другие учреждения, входящие в городскую систему профилактики о социальных явлений, проводят с ними и их законными представителями все необходимые действия. Информационные стенды восстановлены на благотворительное пожертвование одного из представителей Зареченского бизнес-сообщества. Повлияет ли происшествие на реализацию проекта сохранения истории селиксинских лагерей? Больше ничто не напоминает о том, что здесь побывали вандалы. Зареченцы снова могут познакомиться с историей 37-й запасной стрелковой бригады. Семь информационных стендов в городском парке памяти, разрушенных в конце сентября, восстановлены. Была оказана помощь нашим предпринимателям зареченским. Именно в тот момент, когда она была нужна, когда мы лихорадочно искали средства на восстановление этих стендов, вот он сам обратился, позвонил. Музей под открытым небом начал работать в этом году. Он посвящен истории 37-й запасной стрелковой бригады. На территории нынешнего парка культуры имени Лермонтова в годы Великой Отечественной войны располагалась часть учебных лагерей. Здесь прошли подготовку более 400 тысяч бойцов Красной Армии, чтобы отправиться на фронт со станции Селикса. Сейчас об этом напоминают мемориальный комплекс у Центра здоровья и досуга и информационные модули. И это только часть общего замысла. Весной и летом мы планируем установку одного или двух арт-объектов, которые будут посвящены истории Селиксинского учебного гарнизона. Я думаю, они будут интересными, они нормально впишутся в окружающую среду, они не разрушат этот ландшафт исторически сложившийся. Мемориальный комплекс в зоне отдыха «Солнечное» будет расти и расширяться. И авторы проекта надеются, что вандалы больше не посмеют осквернить память воинов-освободителей. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, Телерадио, компания «Заречный». На градообразующем предприятии прошел юбилейный конкурс профессионального мастерства водителей. Сотрудники 14-го цеха в пятый раз соревновались в знании правил дорожного движения, фигурном вождении грузовика и впервые в присутствии жюри и зрителей продемонстрировали самые необходимые шоферские навыки. Замена колеса на автомобиль – один из практических этапов заводского конкурса профмастерства. Среди водителей транспортного цеха соревнования проходят уже пятый раз. Однако и это задание было включено в условия конкурса впервые. По сравнению с прошлым годом мы добавили еще один модуль в наше задание, то есть довели их количество до трех. Модуль вносит название «Замена автоколеса», включает в себя замену колеса, выполнение всех правил инструкции при замене колеса и соблюдении правил охраны труда. Перед практической частью водители сдали экзамен на знание правил дорожного движения. В билетах, составленных на основе рекомендаций госавтоинспекции, было 20 вопросов. Оценивались время и точность ответов. Такие же критерии применялись и при выставлении оценок на втором практическом этапе конкурса – фигурном вождении автомобиля «Газель». Фигур у нас несколько. Это передняя и задняя парковка, змейка, круговое движение, параллельная парковка передним и задним ходом. Также стоп-линия и колея. В юбилейном пятом конкурсе профессионального мастерства приняли участие 14 водителей транспортного цеха производственного объединения «Старт». По итогам состязаний третье место занял Станислав Дмитриев, второе – у Владимира Матыцина, а победителем стал Александр Усачев. Конечно, я очень рад, очень волнуюсь, есть такая немножко тряска еще в теле, как бы, ну, очень доволен собой и рад, что победил. Ну, в этом году, скажем так, мотивация была очень такая хорошая, поэтому было как бы ради чего все это. И, конечно, доволен, что наконец наш конкурс включили в общезаводской список и надеюсь, что каждый год теперь это будет повторяться. Как отметили участники конкурса, выполнение теоретической и практической части соревнований особых трудностей не вызвало. Нужно было лишь побороть волнение, а все остальное – ежедневный шоферский труд. Вот билеты, допустим, ну, тут были такие моменты, что с каждым каким-то вопросом встречаешься в жизни, в повседневной работе. Вот, ну, есть, как бы, заковыристые вопросы, но к ним, как бы, тоже готовилось, тоже все-таки была бы небольшая подготовка. Практическая часть, ну, замена колеса тоже самая, это с этим мы сталкиваемся каждый день, ну, не каждый день, но очень часто, потому что приходится машину ремонтировать, там, в дороге и так далее. Вот, а вот именно упражнение, что касается, наверное, змейка, потому что приходится, да, в жизни маневрировать, но не настолько много, не настолько большой участок, так скажем так. А все остальное – параллельная парковка, заезд в гараж – это все ежедневные наши упражнения, которые мы в ходе своей работы выполняем каждый день практически. Соревнования водителей на заводе прошли в канун Дня автомобилиста. К денежным призам прилагались и поздравления с профессиональным праздником, к которым присоединяются Станислав Корякин, телерадиокомпания «Заречный» и пресс-служба производственного объединения «Старт». Школьная лига КВН «Заречного» готовится к открытию очередного сезона. В нем планируется участие четырех команд из нашего города и трех из Пензы. В числе зареченских КВНщиков – сборная гимназии, занявшая третье место в полуфинале КВН первого фестиваля Пензенской юниор-лиги. Она появилась в 2018 году как проект региональной Пензенской лиги КВН «Сура» и областного правительства. Об успехе веселых и находчивых школьников «Заречного» и планах на очередной сезон – сюжет Ксении Тризны. Команде КВН «Сборная гимназии» всего два года. В этом сезоне веселые и находчивые мальчишки из гимназии номер 216 «Дидакт» завоевали право выступить на первом фестивале Пензенской юниор-лиги КВН. Наша команда эти отборы замечательно прошла. Из большого обилия наших школьных команд города «Заречного» мы были единственной командой, которая представляла наш город на областном конкурсе. За право пройти в финал юниор-лиги Пензы боролись 12 команд. Участникам нужно было выполнить два задания. 5-8 минут идет приветствие и потом еще конкурс-разминка, где из зала задаются вопросы, а мы на них, собственно, отвечаем. А в финале уже будет больше конкурсов. Эти конкурсные испытания предстоит пройти и нашим ребятам. Зареченская команда заняла третье место и получила право выступить в финале Пензенской юниор-лиги КВН. Сборная гимназии уже открыла новый игровой сезон. О команде «Эстеты» из 222-й школы это только предстоит. Ее участники во второй раз поборются за звание победителей школьной лиги КВН «Заречного». «Эстеты» дебютировали на сцене в прошлом году. Мы дошли до финала и вот теперь мы немного в обновленном составе и хотим в этот раз повторить тот же опыт. Ребята вовсю репетируют, готовятся к выступлению. Вместе с эстетами в КВН сыграют команды из Заречного и Пензы. У нас подали заявки 8 команд. Это три пензенские команды и пять команд из Заречного. Это самая массовая школьная лига, которая ожидается у нас за последние где-то, наверное, пять лет. Какая команда получит звание лучшей, станет известно совсем скоро. Игры в рамках школьной лиги КВН города Заречного состоятся 2 ноября. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Подробнее о предстоящем 13-м сезоне игр школьной лиги КВН мы поговорим с ее руководителем Павлом Немковым. С какими результатами подошли юные КВНщики к очередным шуточным стартам? Над чем смеются сегодняшние школьники? Об этом и не только через несколько минут. А пока к новостям спорта. В семи городах России прошли чемпионаты и первенства федеральных округов Российской Федерации по плаванию, в которых приняли участие более трех тысяч пловцов. Спортсмены Приволжского федерального округа, в том числе и зареченцы, соревновались в Саратове. За четыре дня были разыграны медали в 18 индивидуальных видах программы и в эстафетах. Зареченскую школу плавания представляли 12 спортсменов. В общей сложности наши пловцы завоевали 18 наград, 4 из которых высшие пробы. Александр Харландов победил на дистанции 200 метров дельфином на своей коронной дистанции. Роман Ларин победил на 200 метров на спине, тоже на своей коронной дистанции. Егор Сучков выиграл 200 метров комплекс. Дарья Гутова выиграла 50 метров на спине. По итогам соревнований 10 зареченских спортсменов будут выступать в составе сборной Пензенской области на чемпионате России. Он состоится в Казани с 6 по 12 декабря. Эти соревнования станут отборочными на мировое первенство, которое пройдет в Китае. Сразу после выпуска новостей смотрите на нашем канале программу «Вопросы есть». Одна из тем передачи – правомерность размещения на двери кабинета городской поликлиники информации о пациентах, записанных на прием. Этот вопрос регулируется федеральным законом 323 об охране здоровья граждан, где нам предписано соблюдать врачебную тайну. И вообще сам факт обращения пациента за медицинской помощью является врачебной тайной. И поэтому, соответственно, никаких списков пациентов не должно быть. Полный ответ начальника медико-санитарной части номер 59 Андрея Капустина смотрите в программе «Вопросы есть». Кроме этого он расскажет о порядке предоставления бахил пациентам диагностического отделения. В этом выпуске специалисты городских предприятий и организаций также разъяснят условия конкурса на предоставление грантов предпринимателям и объяснят, почему принято решение о вывозе лосей. Об этом сегодня в программе «Вопросы есть». Смотрите передачу сразу после новостей на канале «Заречный». А через пару минут смотрите интервью руководителя школьной лиги КВН «Заречного» Павла Немкова о 13-м сезоне игр юных КВНщиков. Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. В честь пятнадцатилетия компании дарим дополнительные скидки. Компании «Встрой»! С девятнадцатого по двадцать восьмое октября возвращаем летние цены. Успей купить норку за сорок пять, дубленку за семнадцать тысяч рублей. Ла-ле антилоп! Ты активный, целеустремленный и коммуникабельный? Жилищный центр двадцать первый век объявляет набор сотрудников на должность помощник риэлтора для работы в офисе. Бесплатное обучение. Оплачиваемая сотовая связь. Оклад плюс процент от сделки. Жилищный центр двадцать первый век. Заречный, улица Комсомольская, 1А. Здание ПУС. Офис двести девятнадцать. Вакансия также открыта для людей пенсионного и предпенсионного возраста. Подробности по телефону двадцать девять сорок шесть сорок пять. Росатом завершил сразу два крупных проекта. Где научиться управлять ледоколом? Какова экологическая обстановка у берегов Енисея? Смотрите в среду в двадцать ноль ноль. Старт продаж квартир в жилом доме «Лесная симфония» в Заречном. Доступные условия покупки. Широкий выбор планировок. Уютный двор. Офис продаж на проспекте «Тридцатилетие Победы» сорок семь. Телефон двадцать восемь двадцать восемь двадцать восемь. Вакцинация – это основной метод профилактики гриппа. Защити себя и своих близких. Сделай прививку. Редактор субтитров А.Семкин Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель школьной лиги КВН города Заречного Павел Немков. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Итак, чуть меньше недели остается до открытия очередного, какого уже по счету? Тринадцатого сезона. Тринадцатого сезона школьной лиги КВН Заречного. Павел, с чем вы подходите к открытию, ну и, естественно, планы? В этом году мы подходим с грандиозными планами к нашему новому сезону, потому что никогда не было такого рекордного количества заявленных команд, скажем так, из Пенза. В этом году к нам заявились три команды из пензенских школ и примут четыре участия команды из города Заречного. Полуфинал у нас пройдет в формате, скажем так, некого фестиваля, то есть все команды у нас будут играть в один день. Они схолестнутся в трех конкурсах. Первый конкурс – это приветствие. Второй самый КВН-овский конкурс – это разминка. И последний, третий конкурс – это музыкальный фристайл, где ребята поимпровизируют на околомузыкальную тему, попытаются нас чем-то удивить, будет ли это конкурс одной песни, либо мини-музыкальное домашнее задание. В рамках трех минут увидим на игре 2 ноября. То есть это будет официальный старт очередного сезона? Это будет официальный старт, да, с полуфинала 13-го сезона школьной лиги КВН города Заречного. Павел, кто из наших команд принимает участие, какие из наших команд принимают участие в школьной лиге? И я так, насколько знаю, неплохие успехи у вас к открытию очередного сезона. Да, у нас в этом году принимают участие в школьной лиге команда гимназии номер 216 «Дидакт», которые принимали у нас участие и в прошлом году в школьной лиге. Команда немножко изменилась по составу, потому что ребята в прошлом году стали чемпионами школьной лиги сезона 2017 года. Также хочется сказать о гимназии номер 216 «Дидакт» немножко побольше, потому что ребята уже до старта сезона школьной лиги КВН города Заречного успели съездить на Пензенскую юниор-лигу, откуда они вернулись с третьим местом. То есть это была первая игра Пензенской юниор-лиги, это первый школьный КВН областного уровня, то есть Пенза такого не видела. Наши ребята, я считаю, очень хорошо себя показали, лучше, чем на третье место однозначно, потому что команда, как я уже сказал, новая, добавились новые ребята, и поэтому более чем достойный уровень, будем надеяться, что и в школьной лиге у нас они выступят не хуже. Также у нас примет участие в школьной лиге от наших команд школа номер 225, 222-я школа, команда КВН «Эстеты», которая также в прошлом году участвовала в школьной лиге и стала финалистами, поэтому ребята, наверное, готовят что-то очень интересное и новое, потому что в этом году обязательно нужно побеждать, а не просто становиться финалистами. И также у нас в этом году принимает участие сборная лицея, лицей номер 230 нашего города. Павел, а команды, им кто-то из взрослых помогает готовиться или у них наставники-ровесники? Есть у нас и взрослые наставники, это участники команды КВН «Сборная города Заречного», участников официальных лиг КВН. И также в этом году нам на помощь подоспели выпускники школьной лиги. Это команда КВН «К «Детство», которая три целых сезона принимала участие в школьной лиге. Сейчас ребята повзрослели, принимают участие в официальной региональной лиге Сура Пензенской области. Прошли в полуфинал, скоро у них будет полуфинал также. Но это не мешает некоторым из участников этой команды готовить молодые начинающие школьные команды нашего города и освоить им такую непростую игру, как КВН. Потому что когда-то и ребята, для ребят это было в новинку, и сейчас вот они учат подрастающее поколение на своем примере, как писать шутки, как лучше играть. Я думаю, что этот сезон будет особенно интересный, потому что вот эта молодая кровь, молодые наставники, надеюсь, дадут свои результаты, и мы увидим совершенно новый формат школьной лиги КВН города Заречного. Павел, скажите, пожалуйста, вы каким-то образом планируете расширять школьную лигу КВН? Или вот вы по какому принципу проходит отбор? В каждой школе есть свои команды КВН, и только несколько вы потом отбираете уже для участия в финале, в полуфинале. Как-то формируются команды, или это такое вот, ну, 2-3 команды у нас существуют и все? Нет, мы предлагаем принять участие в школьной лиге КВН абсолютно всем школам города, учреждениям культуры, то есть ограничения только по возрасту. Это до 18 лет, поэтому она и школьная лига. То есть принять участие может любой желающий. Количество участников в команде от 2 до 16 человек бывало, и больше, но, правда, это с массовкой. Поэтому участие абсолютно добровольное. Если ребята хотят, они могут обратиться к нам в Центр образования и профориентации, где находится у нас штаб школьной лиги КВН. И мы поможем им с наставниками, с подготовкой к этой игре. То есть участие абсолютно свободное. Так получается, что в некоторых школах не собирается команда, получаются у нас сборные команды. Вот в этом году у нас собралось 4 полноценные команды. Мы им поставили наставников, и они вот сейчас готовятся. Павел, вы отслеживаете уже на протяжении многих лет. И участвуете в КВН, и отслеживаете. Вот на ваш взгляд, виден ли рост какой-то? Или пока вот все это на уровне действительно школьной лиги? Я думаю, что рост виден, потому что у нас долгое время существовала и Зареченская лига, в которой принимали участие школьные наши команды. Также, наверное, может быть пафосно будет сказано, но Пензенская область, глядя на нас, на нашу школьную лигу, немножко, наверное, позавидовали и решили, что нужно развивать школьный КВН все-таки в Пензенской области. Поэтому неспроста открылась Пензенская юниор лига, куда также нашим командам выход есть, и им есть куда развиваться. Хорошо, что появился областной уровень. И учитывая, что наши команды показывают очень высокий результат, и выпускники школьной лиги участвуют, и в региональной лиге СУРА, и являются наставниками школьной лиги, и участвуют в юниор лиге, то есть выходы есть, и рост однозначно виден. И я думаю, что продолжать эту системную работу нужно, и мы будем стараться из года в год повышать уровень подготовки команд, и будем стараться выиграть юниор лигу Пензенской области, и наша тогда команда, школьная из города Заречного, поедет на всероссийский уровень представлять наш город. Павел, скажите, пожалуйста, прием заявок и тренировка команд уже закончена вот к 13-му сезону, и теперь уже можно формировать в школах команды только уже на следующий 14-й сезон? Ну, не сказать, что сейчас закончена у нас подготовка команд, потому что редакторские просмотры у нас начались только с этой недели. Мы смотрим, как ребята готовятся к приветствию, соответственно, что-то редактура вырезает, что-то помогаем им дописать туда, что-то поинтереснее, что-то по цензуре не проходит. Ну, не то, чтобы ребята что-то плохо говорят, но просто уже неактуальная тема, скажем. Мы стараемся отсечь, и чтобы было все максимально плотно и интересно для зрителя, максимально свежий материал. Влиться в эти команды ребята могут из тех школ, которые заявились. Я думаю, если ребята их примут в свой состав, они не будут против, будут рады. Главное, чтобы эти пополнения шли только на пользу этой команде и помогли им выиграть. Павел, вы заговорили о темах. Вот скажите, пожалуйста, а, собственно говоря, над чем смеются сейчас школьники? Вы говорили о том, что есть актуальные шутки, неактуальные шутки. Куда сейчас направлен школьный юмор? Ну, если касаться нашего города, то непосредственно по результатам редактуры можно смотреть, что по-прежнему актуальны школьные темы, потому что участвуют школьные команды. И, конечно же, как база всем знакомы какие-то школьные ситуации, воспоминания об учителях, о техническом персонале, которые тоже зачастую бывают очень яркими и запоминающимися. В столовой. У каждого, да, и у каждого ребенка есть ассоциации с ними. О столовской еде, а еще о чем. То есть эти темы у нас всегда вне конкуренции. Также, учитывая, что у нас в городе очень интересная ситуация с лосями, про лосей приносят систематические шутки, ярмарка прошла, уже сразу про ярмарку есть шутки. То есть все, что актуально в Заречном, потому что у нас школьная лига города Заречного, в самые последние новости ребята очень быстро схватывают. И по тем шуткам, которые они приносят, можно сказать, что ребята понимают, что происходит в городе и очень точно подмечают все события и реагируют на это. Поэтому молодежь у нас наблюдательная, и все, что у нас происходит, они откладывают у себя на подсознание и вот над этим остро-социально шутят. Когда же мы сможем увидеть остро-социальные шутки наших команд и гостей из Пензы? Еще раз давайте. 2 ноября в городе Заречном, в актовом зале Дворца творчества детей и молодежи, в 18.00 пройдет школьная лига КВН, полуфинал школьной лиги КВН города Заречного с участием трех пензенских команд и четырех команд из города Заречного. Мы ждем всех желающих посетить это мероприятие. Вход в актовый зал на полуфинал школьной лиги КВН свободный. Поэтому приходите. Гостеприимная атмосфера юмора ждет вас в пятницу. Ну что ж, большое спасибо вам, Павел, за участие в нашей программе. Ну и будем надеяться, что цифра 13 станет счастливой для школьной лиги КВН Заречного. Спасибо. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и до встречи на канале Заречный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова